Привет, друг! С тобой Эван. Продолжаем играть на сервере CCD Planet, сервер GTA V, всё кое-всегда. И как ты понял по названию ролика, сегодня вместе с тобой поговорим, как можно ещё заработать денег, ничего не делая на сервере. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Ну что, зайдём мы издалека. Начнём с того, что в декабре добавили систему банд и систему выполнения заданий. То есть ты можешь вступить либо в стритрейсеры, либо в корпораты, либо в бандиты. С этой системы добавили капты, добавили задания. Сегодня у нас ролик будет построен на каптах и на барыгах. В принципе, кто за это всё шарит, можете ролик выключать, вы ничего интересного не услышите, а кто не шарит, либо состоит в другой организации. Слушайте внимательно. Как я говорил ранее, система будет построена на каптах и на барыгах, в которых можно получить фишки. Поэтому давайте начнём с каптов. Знаешь что, так как у нас есть три банды, значит мы можем устроить капты против трёх разных банд. Ну, одновременно можем один в СА1 сделать, да. Ну, короче, кто не шарит, это капты, это когда вообще захватывают территорию, либо как бы не дают захватить свою территорию. То есть, в САМПе это реализовано так, что банда на банду, кто выиграл, забрал Теру. На СМОТР РАЙЧ тоже выиграл, выиграл, забрал Теру. На ССД тоже выиграл, выиграл, забрал Теру. Только на ССД ПЛАНЕТ. Если в САМПе и на СМОТРе, как бы капт составу, там максимум 5-15 человек максимум. В САМПе тоже капт составу, тоже там не все идут на капт. То на ССД в капте может принять участие каждый, кто вступил в банду. Первое правило на капте, это просто, кто первый набивает 200 килов, тот и выиграл. Вроде капт идет 30 минут, если кто-то не успел набить 200 килов, то за 30 минут, у кого больше килов, тот забирает Теру. Что-то такое. То есть, ты когда играешь на сервере, будет написано внизу, типа, сейчас начался капт, чтобы присоединиться, нажимаешь R и войти на территорию. Тебя спаунят на специальную территорию, и ты можешь бегать, стреляться и убивать противников, чтобы забрать территорию. Окей, вы скажете, я пришел, потратил деньги на оружие и на патроны, что мне делать, что мне за это дадут? Ну, в принципе, если ты выиграл в капте, тебе дадут 2000 опыта и 250 тысяч рублей. Вы скажете, ну блин, это же все равно тратить нужно деньги. Нет, ты можешь просто зайти, как бы, в последнюю минуту, можешь зайти на капт, побегать. Главное не АФК, потому что если ты будешь стоять АФК, тебя просто кикнут оттуда. Нужно просто бегать, кого-то убивать, можешь не убивать, можешь просто бегать. И если ты выиграешь, ну если ты в бандитах, как и я, то ты 100% выиграешь. Вот, ты просто забираешь теру на изи, и тебе дают 250 тысяч долларов и 2000 опыта. Но если ты еще состоишь в бандитах, то в бандитах будут захватывать одновременно две территории. И то есть ты можешь побыть на одном капте, заработать 250 тысяч и 2000 опыта, и буквально перейти сразу на другой капт и заработать еще 250 тысяч и 2000 опыта. О, я совсем забыл сказать, когда происходят вот эти капты. Капты происходят один раз в два дня в время, говорят админы. Может быть 10 часов вечера, может быть 5 часов вечера, может быть 6, 7, 5, 4. Но если ты подъедешь к доске заданий, там будет написано, сколько часов к следующему капту. Да и в принципе они в дискорде пишут, когда капт. Поэтому ты его не должен пропустить. В принципе, как это выглядит, вот можете посмотреть. Войти в войну 87 на 48. Воюем, ждем конца и забираем бабки. Ну что, одну зону, я так понимаю, мы почти захватили. Осталось буквально 7 килов. 6. Уже вообще херня осталась. И нам должны выдать опыт и деньги. Мы сразу же летим на вторую территорию. Я одного увидел в начале и все, больше никого не видел. Все. Да. И нам дают 2000 опыта и 250 тысяч рублей. И мы нажимаем «Рвайте войну» и входим на войну. Вы тоже это видите, да? Это капец. Сколько FPS двигается мой персонаж? Это капец. Ааа, да? Еще 250. Еще 2000 опыта. Вот так просто на изи забираем деньги с каптов. И теперь самое главное. Зачем же нужны эти территории? На каждой территории находятся 5 барыг. Это 5 человек, которые спаунятся в рандомных местах. Этих мест просто ультра дофига. Спаунятся барыги, которым ты можешь подъехать и залутать фишки. Фишки ты потом можешь поехать и менять в казино. Рассказываю, ты просто ездишь, каждый день спаунится барыга. Про спаун давайте немножко позже поговорим, потому что там есть куча проблем со спауном. Значит, спаунится барыга, ты ездишь, тебе он может дать от 2 до 4 фишек. И когда ты найдешь всех барыг, ты получишь еще бонусом 15 тысяч. Почему я говорю еще раз ступить бандитов? Потому что у бандитов есть 2 территории, то есть у них есть 10 барыг, то есть ты можешь больше фишек заработать. А на фишках можно неплохо так денег поднять. То есть за один подход ты можешь где-то поднять, ну плюс-минус 50 фишек. Ну даже не 50, ну фишек 30-50 точно. А 30-50 тысяч это 300-500 тысяч на ровном месте, что ты просто поездишь по точкам и соберешь какие-то фишки. И самое главное, что барыг можно лутать только 1 раз в день. И сейчас просто внимательно меня послушайте. Как бы барыги каждый раз меняют свое местоположение после рестарта. Рестарт может быть и днем, или ночью, может быть несколько раз. То есть ты, например, пошел поискал барыг, они сделали рестарт, ты можешь идти еще раз их искать. И если ты их нашел и они сделали еще там буквально через час рестарт, ты можешь еще пойти искать и зарабатывать бабки. Но если они не сделали рестарт, то барыги автоматически обновляются в 3 часа ночи по МСК, и ты можешь идти их искать. Если они не сделали рестарт, то барыги остались на том же месте. Иногда бывает так, что барыги 2-3 дня стоят на одном и том же месте. Когда они сделают рестарт, они меняют свое местоположение. А как их найти? Их достаточно просто найти, можете через камхак полетать, Либо можете посмотреть мой видос, плюс-минус как день находится, я вам покажу чисто один спаун игроков. Но если вы хотите больше меток на барыг, то я в описании оставлю ссылочку на дискорд, где есть все точки барыг. Ну значит, лут барыг выглядит плюс-минус так. Значит, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ну теперь, я думаю, всем все понятно. Барыгим. Рассказал все про барыги. Капты. Получается, каждый день заходим, лутаем барыг на территориях. Лучше всего состоять в бандитах, потому что у них 2 территории, у них 10 барыг, еще бонус 15. Зашибись, зашибись. Капты мы 100% выиграем, то есть 500 тысяч и 4000 опыта на изи. Но у меня, в принципе, на этом все. Если ты об этом не знал, я думаю, тебе это было полезно. Обязательно нажми на лайкос, помоги продвинуть этот ролик в топ, чтобы многих игроков узнали о таком способе заработка. И на изи поднимали деньги на сервере. Также напиши в комментариях, что ты еще знаешь о сервере, какие фишки, какие баги. Будет очень интересно почитать. Все смотрю, все лайкаю. Подписывайся на канал, здесь выходит очень много интересного, полезного, веселого контента. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым. И никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Левен. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.